В зале администрации состоялась очередная сессия Совета народных депутатов Кашхабльского района. В ее работе принял участие глава муниципалитета Заур Хамирзов. Кроме народных избранников, на мероприятии присутствовали руководители структурных подразделений администрации, главы сельских поселений. Всего в этот день депутаты рассмотрели 14 вопросов. Одним из наиболее важных стало первое чтение бюджета муниципального образования Кашхабльский район на 2020 год и на плановый период 2021-2022 года. По данной теме выступил начальник управления финансов. Сегодня в рамках проведения первого чтения проекта решения Совета народных депутатов муниципального образования Кашхабльский район о бюджете муниципального образования Кашхабльского района 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов Представляем на ваше рассмотрение утверждение основные характеристики проекта местного бюджета, а также основные направления бюджетной политики и налоговой политики муниципального образования Кашхабльский района 2020 год и на плановый период 2021-2022 года являются Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования Кашхабльский район Достижение целевых показателей предусмотренных муниципальными программами муниципального образования Кашхабльский район указом президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года номер 204 о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 2024 года Третье. Обеспечение открытости и прозрачности управления общественными финансами, расширение практики общественного участия в процессе обсуждения и принятия бюджетных решений, развитие принципов инициативного бюджетирования Четвертое. Принятие мер по повышению инвестиционной привлекательности муниципального образования Кашхабльский район Пятое. Совершенствование межбюджетных отношений Шестое. Совершенствование системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Седьмое. Недопущение снижения показателей оплаты труда работников в бюджетной сфере, установленных в соответствии с указами президента Российской Федерации Девятое. Дальнейшее проведение работы по оптимизации Расходов на содержание бюджетной сети. Повышение качества и доступности муниципальных услуг, расширение перечития Получаемых муниципальных услуг в электронной форме. Принятие мер по недопущению принятия и исполнения Расходных обязательств, не отнесенных Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством Полномочиям органов местного самоправления Российской Федерации. Далее Аслан Дагужеев подробно остановился на исполнении бюджета за 9 месяцев текущего года. Настоящим проектом предлагается вытвердить исполнение бюджета муниципального образования за 9 месяцев текущего года по доходам в сумме 519 миллионов 8 тысяч 86 рублей 20 копеек, по расходам в сумме 510 миллионов 614 тысяч 315 рублей 27 копеек, с превышением доходов над расходами в сумме 8 миллионов 393 тысячи 770 рублей 93 копеек. Что касается исполнения майских указов президента Российской Федерации, то по итогам за 9 месяцев текущего года они составили педработники дошкольных образовательных учреждений. При плане 22 860 рублей 73 копейки, так составил 22 917 43 копейки, сто и два десятых процентов плана средняя зарплата. Педагогические работники общевообразовательных учреждений. План 21 297 рублей 99 копеек, так 21 305 рублей 5 копеек, сто процентов. Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей под ведомственное управление образованием. Это ДЮС США и Центр дополнительного образования детей. План 25 575 рублей 40 копеек, фактически средняя зарплата 25 615 рублей 43 копейки, сто и два десятых процента. Педработники учреждений дополнительного образования детей под ведомственное управление культурой. Это Детская школа искусств. План такой же 25 575 рублей 40 копеек, фактически средняя зарплата 25 581 рублей 39 копеек, сто процентов. И работники учреждений культуры, план 25 575 40 копеек, фактически средняя зарплата 25 576 20 копеек, это сто процентный показатель. Все показатели соответствуют установленными дорожными картами и критериям, и выполнение обеспечивается и по 10 месяцам, и по 11, и считаем, что будет обеспечено в целом за год. Что касается следующего вопроса о даче согласия на принятие в дар муниципальную собственность района объектов недвижимости, докладчик председатель СНД Александр Брянцев проинформировал присутствующих о том, что депутат Госсовета Хаса Республики Адыгея Зураб Зехов, выкупив бывшее здание колхоза, расположенное по адресу Аулкаш-Хабль, улица Советская, передал объект администрации района на безвозмездной основе для дальнейшей эксплуатации. Нам с вами необходимо дать согласие на принятие администрации муниципального образования Кашхабльского района в дар Адзехова Зураба Хазарбича в муниципальную собственность, следующее недвижимое имущество. Административное здание, кадрастровый номер указывается общей площадью 1152 квадратных метра, расположенный по адресу Республики Адыгея Кашхабльский район, улица Советская, 24. В дальнейшем здание гаража с кадрастровым номером, общей площадью 177 квадратных метров, расположен по адресу Республики Адыгея Кашхабль, улица Советская, 24. Изименный участок с кадрастровым номером, прилагающимся общей площадью 2791 квадратных метров, расположенный Республика Адыгея Кашхабль, улица Советская, 24. Начальник правового управления администрации Наталья Остапенко выступила с докладом о проекте положений о гербе и флаге района. Она кратко рассказала об истории образования Кашхабльского района. На ваше рассмотрение предлагается проект решения Совета народных депутатов муниципального образования Кашхабльский район об утверждении проекта положения гербе и флаге муниципального образования Кашхабльский район. В соответствии со статьей 9 федерального закона от 6 октября 2003 года номер 131 ФСЗ, руководствуясь статьей 3 Устава муниципального образования Кашхабльский район, Совет народных депутатов муниципального образования принимает решение об утверждении проекта положения гербе и флаге муниципального образования Кашхабльский район согласно приложению, находящейся в властной ротах. Утвердить рисунки проектов герба и флага муниципального образования Кашхабльский район и считать утратившим силу решение Совета народных депутатов муниципального образования Кашхабльский район номер 213-1 от 19 февраля 2010 года о гербе муниципального образования Кашхабльский район. Направить необходимый пакет документов по гербу и флагу муниципального образования Кашхабльский район в Геральдический совет при президенте Российской Федерации на геральдическую экспертизу и символов отражает историю муниципального образования, его настоящее и будущее. С древнейших времен территорию Кашхабльского района заселяли предки современных адыгов, миоты, косоги, которые известны в истории своей всаднической культурой. Продолжателями их этнокультурных традиций на территории района стали представители таких адыгских черкесских субэтносов, как и бирухаевцы, махошицы, бесслинеевцы, а также кабардинцы, переселившиеся из Кабарды во второй четверти XIX века. Таким образом, черкес-всадник в гербе Кашхабльского района символизирует героическую историю адыгов-черкесов, их воинскую удаль и отвагу, готовность к защите Родины, древние традиции коневодства, корни которого входят в майкопскую археологическую культуру эпохи бронзы. В настоящее время Кашхабльский район остается одним из мест воспроизводства коней древней кабардинской породы шахди. Кроме того, в Геральдике образ всадника на коне символизирует стремление к движению вперед, прогресс. Кашхабльский район был образован 28 декабря 1934 года в составе Адыгейской автономной области Азова-Черноморского края путем его выделения из Шабленовского района. Первоначально в его состав вошли 9 сельсоветов. В Личипсинский, Вольный, Дмитриевский, Кашхабльский, Егерухайский, Натербовский, Хачебзельский, Ходзинский. С 7 декабря 1956 года по 21 марта 1958 года в состав района входила часть территории упраздненного Шабленовского района. С 1 февраля 1964 года по 12 января 1965 года район был упразднен. Его территория входила в состав Шабленовского района с центром аули Кашхабля. В 1993 году сельские советы в составе Кашхабльского района были преобразованы в сельские округа, а в 2005 году были созданы 9 муниципальных сельских образований, сельские поселения. Сегодня в состав района входит 9 сельских поселений. Кашхабльский район является одним из муниципалитетов Республики Адыге с высокоразвитым сельским хозяйством и перерабатывающей промышленностью. В районе активно развивается газодобыча, пищевая промышленность, производство строительных материалов. 9 золотых звезд на зеленом фоне символизируют сельские поселения района, а также косвенно намекают на то, что Кашхабльский район является составной и неотъемлемой частью Республики Адыге. Золото в геральбике – символ богатства, стабильности, уважения интеллекта. Серебро – символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания. Зеленый цвет – символ надежды, развития, богатой природы, обновления жизни и здоровья. Все вынесенные на повестку дня вопросы были рассмотрены и поддержаны депутатами.